Нечто бесформенное постепенно превращается в огромный 6х4 экран. Специалисты Мособлкино привезли настоящий мобильный кинотеатр с хорошей картинкой и достойным звуком. Александра с Арсением, сестра и брат, пришли в парк поиграть в админтон. Увидели, что планируется что-то интересное, решили остаться посмотреть. Все наши друзья уехали на море тусоваться, родственники все тоже уехали отдыхать. А мы, как работяги, лето проводим в городе. И вот пришли культурно развеяться. Люди опытные пришли подготовленными, с репеллентами. Все остальное обеспечивает парк. Пледы, скамейки, шезлонги. Два последних свободных пуфика забрали Александра и Федор. Они, одноклассники, буквально вчера окончили школу. Пришли на кино и на стендап. На самом деле до сих пор учимся, готовимся к поступать в университет. А сюда пришли просто развеяться. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Если кинопоказы на Лазутинке – дело уже привычное, то новинкой этого лета – открытые выступления стендаперов. Парк пробует новый формат привлечения посетителей. Меня зовут Илья. Мне скоро 30 лет уже. Но моим родным наплевать на оба эти факта. И я Илюшка все 30 лет. Илюшка! Илюшка! Кто такой? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Стендап – достаточно популярное развлечение в Москве. Но обычно это закрытые выступления в вечерних заведениях. Шоу под открытым небом в Одинцовском парке – первый эксперимент в Подмосковье. Мы хотим привлечь также молодежь. В первую очередь у нас спортивный парк, а также спорт для семейного отдыха. Но мы хотим расширяться и хотим, чтобы новые посетители приходили к нам. Перед началом кино зрителям раздают 200 бесплатных порций попкорна. Если опыт с открытыми выступлениями будет признан удачным, Лазутенко вполне может расширить эту работу и организовывать в будущем полноценные эстрадные концерты. Все зависит от благосклонности публики. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.